Всем ребятки привет, с вами Джофф и сегодня я расскажу вам об офигительном танчике М6А2Е1, это тяжелый американский танк 8 уровня, или попросту говоря утка или гусь, кому как нравится. Немножечко истории на нашем канале. Танчик этот в игре появился примерно 2 года назад, и продавался он в пакете с бешеной стоимостью то ли 120, то ли 150 долларов. На те времена, когда еще не было такого количества акций, не было ЛБЗ, не было никаких марафонов, не было аренды премтанков на 3 дня и всяческих прочих плюшек, в те времена все это воспринималось просто пипец как дорого. Офигеть, 150 баксов за премтанк там с каким-то количеством золота. Большинство конечно игроков себе такого позволить не могли. Но были отдельные единицы, которые покупали этот дорогой пакет вместе с этим гусем. Ну и я хочу со своей стороны ребятки сказать спасибо своему хорошему знакомому Славе, который подарил мне этот пакет с этим танком. Танк на то время был действительно необычный. Это был корпус от американского танка М6, башня от какого-то там еще другого танка. Все это вместе совместили, нарастили немножечко брони и получилась такая вот необычная и оригинальная машина. Пушка Т-32 в принципе позволяла неплохо настреливать. Первое время этот танчик даже немножечко танковал и решал и на нем даже отдельные игроки катались взводом, потому что это было весело и фаново. Никто не мог их пробить в лоб. Но как это обычно бывает, впоследствии игроки изучили бронирование данного танка и начали его без проблем пробивать. Плюс ребятки в принципе, как вы понимаете, есть в нашей игре такое понятие, как устаревание техники, устаревание характеристик, гонка вооружений и так далее. Поэтому со временем броня утки перестала совершенно решать. А почему же так? А потому что, несмотря на то, что заявлено было во лбу там примерно 190 мм брони, наклоны, к сожалению, не везде были приятные. Посмотрите, ребятки, вот такое бронирование сейчас есть у утки в патче 0.9.8. Честно вам скажу, такое ВЛД с такой вот башней, от него страдаешь просто пипец как. Причем речь идет не даже о восьмых уровнях, которых, я считаю, утка должна танковать, учитывая все остальные ее минусы. Речь идет просто о танках седьмого уровня, которые тебя пробивают в лоб. И это просто хавайся. У меня были кучи случаев, когда толпы ИС-6, АМХ-13-90 без голды, просто танки тяжелые седьмого уровня меня в лоб пробивали, и я никого танковать не мог. Все это, ребятки, из-за того, что в ЛД сейчас у утки каплевидной формы, и, конечно, там есть отдельные куски брони, у которых приведенка 279 миллиметров, но большая часть это 200-220 миллиметров, иногда 230. Поэтому, если у танков восьмого уровня проходит хороший пробой, то, конечно же, такое в ЛД удар не держит, к сожалению. А он должен держать. Еще раз, ребятки, повторюсь, у гуся броня должна держать такие удары, потому что у него никаких других плюсов нет. Он огромный, ребятки. Этот танк, чтобы вы поняли, он выше Мауса. Борта картонные, то есть от артиллерии и просто от каких-то других противников в борта залетает просто на раз-два. Он малоподвижный, он неманевренный, он легко каруселится. В общем, машина состоит из сплошных минусов. Даже пушка Т-32 на восьмом уровне, я не считаю это самым лучшим орудием. У той же Тройки или Тигра пушки у них намного-намного интереснее. Поэтому логично, чтобы у этого танка был непробиваемый лоб, и чтобы он хотя бы был бомб своим, мог что-то сделать. Но до патча 0.99 этот танчик только страдал. Но все, ребятки, изменится с патчем 0.99. У меня на аккаунте есть этот прекрасный танк, и он наконец-то сможет танковать. Почему же, спросите вы? А все, ребятки, потому что ему изменят ВЛД, и этот танк переведут в HD-качество. Мало того, что несколько патчей назад разработчики сделали этому танку льготный уровень боев, он его действительно заслуживает, так они ему в патче 0.99 переделают ВЛД. И сделают его, наверное, если так можно выразиться, на немецкий манер. Просто прямое ВЛД, без каких-то там каплевидных форм и прочего-прочего. И этот, ребятки, ВЛД будет бронирован очень неплохо. Посмотрите просто на эту коллижен-модель. Я веду сейчас своим курсором и показываю вам, что броня на этом ВЛД будет от 240 до 270 мм приведенной брони. И это очень круто. При этом, ребятки, хотелось бы отметить, что НЛД у новой утки будет даже лучше бронировано, чем ВЛД. Там будет 325 мм, плюс небольшой экран, который тоже будет хорошо действовать. Башня, конечно, будет бронирована не так хорошо, как ВЛД. Там будет, в зависимости от того, куда стрелять, там будет или 275, или 230 мм. Но тоже, в принципе, неплохо. Также крылья, если на них посмотреть, на небольшие такие крылышки нашей утки, то там 250-260 мм. В общем, ребятки, бронирование новой утки будет весьма эпичным. И я, конечно, уже успел проверить эту броню на тесте. И да, конечно, там многие стреляют голдой. Там, в принципе, все стреляют голдой. Абсолютно все. И тройки, и шестерки, и танки восьмого уровня, и танки девятого уровня. Но кое-где мне удалось потанковать неплохо. Я хочу сказать вам, ребятки, что на основе утка будет карать. Да, это все еще будет непростой по геймплею танк. Да, просто врываться куда-то вперед, ехать и всех убивать у вас не получится. Потому что, опять же, борта, какие были картонные, такие и остались. Маневренность, подвижность, она весьма слабая. Размеры огромные у танка. Вот это надо все учитывать. Плюс на этом танке нельзя будет танковать ромбом, пытаться или там чуть-чуть подворачивать корпус. Потому что чуть-чуть подвернули корпус, вас сразу же поимели через каток. Но при этом ВЛД будет весьма достойный. Но тут, ребятки, есть и такой хитрый нюанс. Это наклон этого самого ВЛД. Само по себе ВЛД толщиной 191 мм. И там есть небольшой наклон, который, собственно, и дает нам 250-270 мм приведенки. Но, я не раз сталкивался с ситуацией, когда противник находится чуть выше меня. Это может быть какая-то холмистая местность. Это может быть какой-то Редчер или Вестфилд. И тогда, когда он стреляет в вас сверху вниз, ваши наклоны, понятное дело, нивелируются. Их уже нет. И получается, что у вас есть просто броня толщиной 191 мм. И, понятное дело, в такой ситуации танки 8 уровня вас пробивают. Поэтому, из-за того, что у нас танк высокий, из-за того, что наклон, ну, не такой прям супер большой, как у Е75 или Мауса, надо, ребятки, очень четко следить за тем, где и как находится ваш противник. Идеально было бы, чтобы он находился ниже вас. Не так, чтобы легко пробивать НЛД, но так, чтобы наклон вашего ВЛД был еще более жестким для него. Так что, если вы находитесь выше вашего противника, это вообще супер. В такой ситуации, ребятки, я понял, что клинчеваться идеально с советскими танками, которые не очень высокие. Для них ВЛД находится под очень хорошим наклоном, и они просто не пробивают. При этом, с другой стороны, если вы клинчуетесь с американскими танками, это Т-34. С ними дела, конечно, обстоят не так хорошо, потому что они тоже очень высокие, у них высокое расположение орудия, и когда они в клинче наводят его на ваши ВЛД, а у них военные это позволяют, то для них все наклоны нивелируются, и, собственно, там получается всего лишь 200 мм брони. И они, понятное дело, без проблем пробивают. Поэтому, ребятки, конечно, идеально танковать на утке с таких вот хороших дистанций, там примерно 150-200 метров, клинчеваться желательно с танками, которые ниже вас, вот это как по мне. Ну и в целом, ребятки, берегите борта. В общем, это, ребятки, такой первый взгляд на этот танк, это первый взгляд с теста, понятное дело, на тесте о чем-то судить пока что рано, но я думаю, все-таки в рэндоме утка теперь будет что-то из себя представлять. Обязательно, ребята, жмите лайк этому видео, если хотите увидеть полноценный обзор на уток. При этом, ребятки, если наберется у этого видео, ну давайте, допустим, там 20 тысяч лайков, я сделаю не просто обзор на утку, но при этом попрошу своих знакомых, хороших, у которых тоже есть эти танки, и мы вместе покатаемся втроем, в три утки в рэндоме, после релиза 0.9.9. И именно по таким реплеям я или сделаю обзор, или просто покажу вам вот эти вот хардкорные покатушки в три утки, в три просто мега бронированных лба, вы представляете себе, какой бадхёрт будет в рэндоме, когда три апнутых утки выйдут на каких-то раков 7-8 уровня, и раки не смогут их пробить. Это просто будет незабываемо. Честно вам признаюсь, я этого момента жду даже больше, чем нового режима, изменения карт и прочего говна, что там есть на общем тесте. Самое главное, это, конечно, апп утки, потому что нас ждёт утиная революция. Лайк, ребятки, за утиную революцию, подписывайтесь на канал, жмите как можно больше лайков, и чем больше будет лайков, тем, ребятки, быстрее появится обзор или покатушки на утятах. На этом у меня всё, с вами был Джов. Чао, какао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова